Я заканчивал школу в городе Иваново, это мой родной город, если знаете 300 километров в Москве. Значит, выбора у меня особого не было, потому что у меня и мама, и папа, и дед заканчивали Ивановский энергетический институт, и, в общем, я как бы знал, что я пойду туда, ну, потому что меня интересовали всевозможные инженерия, и, в общем, я с удовольствием там учился. В параллельной учебе у нас был такой клуб «Электрон», где мы занимались художественной деятельностью, писали свою музыку и, в общем, играли. И когда я помню очень хорошо, я заканчивал энергетический институт, мне виделось мое будущее так, что-то связано с инженерными системами и с каким-то таким творческо-сценарным направлением. В общем, я пошел по распределению, такое есть Ивановское объединение промоэнергоремонт, я занимался всевозможной разработкой датчиков влажности там и так далее. А потом, в общем, я женился и переехал жить в Москву. Но когда я еще работал в Иваново, то я ездил сюда, в Москву, в Музей Кремля, потому что я здесь налаживал систему климата, связанную с влажностью. И, собственно говоря, у меня единственный такой телефон, куда я в Москве ездил, это были музеи Московской Кремля, я туда позвонил. Я был с дипломом, с инженерной должностью, но мне предложили рабочую должность наладчика. Я согласился, я пошел в музей работать в 1983 году. Первые шесть лет я занимался системой климата. Первые компьютерные системы в музеях Кремля были в климате вообще. То есть, была такая мощная инженерная реконструкция вооруженной палате и в музеях соборах. Я как-то так задумался, что что же это у нас, компьютер уже следит за климатом. А я видел, как мои коллеги, например, до сих пор ручкой заполняют какие-то карточки, связанные с музейными предметами. И мне как-то это даже показалось странным, что почему компьютеры не применяют для системы учета музейных предметов. И, в общем, это стало моей судьбой в том смысле, что я написал такую служебную записку директору, что давайте заниматься вот этим направлением. И мне поверили. И, в общем, сначала была такая группа по работе с экспериментальным оборудованием. А потом, собственно, уже был отдел информационных систем, который я создал в 1989 году. И мы стали заниматься с нуля компьютеризацией музея в Московской Неве. Вообще, чтобы ввести совершенно новый отдел в штатное расписание музея, чтобы выделить дополнительные ставки. Это, в общем, было не очень просто. Однажды в 1993 году позвонил Лев Яковлевич Ноль из Пушковского музея и говорит, слушай, меня пригласили на международную конференцию ИКОМовскую, это вот Международный соц.музей ФСИДОК, комитет, который занимается музейной документацией и информатизацией. И говорит, меня пригласили еще одного человека из России. Я, говорит, выбрал тебя. В общем, он опубликовал статью о информатизации музея в журнале Мюзеум. И эту статью прочитал Андрей Робертс, это президент СИДОК. И они через фонд Гетти, в общем, выбили такие грантовые средства для того, чтобы вовлечь в свое профессиональное сообщество людей из бывшего соц.лагеря. Уже в 1993 году мы узнали, что в ряде стран уже существуют стандарты на описание музейных предметов в электронном виде. Это мы узнали в 1993 году. Сейчас мы с вами разговариваем в 2012 году. Это прошло уже почти 20 лет. А в России до сих пор нет стандарта описания музейных предметов в электронном виде. И мы, когда вернулись в Россию, мы просто были ошарашены этой информацией. И с нолем тогда мы решили, что надо учреждать такую же ассоциацию здесь. Но на это ушло у нас на подготовку два года. И вот в 1996 году мы учредили, как раз я, Лев Ноли и Перцев, АДИТ в России. Это ассоциация по документации и информационным технологиям в России. Это был 1996 год. В музеях Кремля как раз в начале 90-х годов начали формировать базы данных в таких, как мы сейчас говорим, автономных, нестевых системах. А с 2000 года мы стали применять КАМИС. И это уже была внутренняя, ну, с центральным сервером система. Вот я считаю своим достижением в музее Кремля, что все-таки мы работали с нуля. Да? Ну, то есть вообще было чистое поле в этом отношении. Значит, первое. Все-таки за вот это время была создана так называемая информационно-технологическая инфраструктура. А по направлениям это так. Ну, например, было внедрено полностью, ну, такая полностью технология электронного документа оборота между всеми подразделениями. Второе. Значит, все-таки была сделана инфраструктура автоматизированной системы учета музейных предметов. То есть мы работали действительно на системе КАМИС. Ну, а вот таким для меня уже большим проектом был, это с нуля я придумал такой музей истории развития архитектурного комплекса Кремля, который был реализован в колокольне Ивана Великого. В 2008 году был сделан. Это такое, как бы, такая машина времени. Вы, как бы, проходите по трем ярусам колокольни и проходите через восемь веков истории Кремля, и потом выходите на смотровую площадку, и перед вами Кремль. Это как экспонат, но только который вот сейчас. В историческом музее я пришел по приглашению Алексея Левыкина, который был моим непосредственно начальником музея Кремля. Он занимал, как бы, вторую должность музея Кремля. То есть генеральный директор музея Кремля Елена Юрьевна Гагарина. Он был научный руководитель музеев Московского Кремля, и его в 2009 году как раз пригласили директором в исторический музей. И он мне сразу предложил идти в его команду, значит, ну вот на должность завести директора, чтобы курировать процесс информатизации в историческом музее. Часто говорят, что даже, например, исторический музей, музей Кремля невозможно сравнить, потому что в историческом музее хранится 4,5 миллиона предметов. Значит, здесь, конечно, объемы больше, но, опять же, вот для меня дело не в объемах, а дело в системе. То есть, если налаживается система, то дальше она, как бы, самовоспроизводится и работает. Мы тоже внедряем КАМИС, уже это дает результат. Значит, первые отконвертированы базы. Значит, народ научился уже формировать учетную документацию в сетевом режиме, и даже в госкаталог мы отправляем. То есть, меньше, чем за год эти технологии внедрились. Но мне все время хочется сделать что-то абсолютно новое. Ну, например, вот здесь мы в этом году открыли музей 2012 года, и нужно было сделать такой, как бы, электронный этикетаж. И мне очень понравилось предложение художника, что прямо в витрины, вот где, например, монеты или ордена, монитор, таческий монитор прямо монтируется в саму витрину. То есть, как бы, электронный этикетаж прямо вот в витрине находится. Но я просто голосовал за то, чтобы все изображения и описания, они шли с сервера учетных музеев. Конечно, здесь очень такой отсталый технологический интернет-сайт, и сейчас мы намерены вот в 2013 году этим заняться, и, конечно, и коллекцию исторического музея уже представлять и в интернет-пространстве. Но историческим музеем, например, я сейчас занимаюсь таким очень интересным проектом, он очень, правда, сложный. Дело в том, что здесь есть воскресенские ворота, вот под которыми мы проходили, и там семь окон с очень красивым видом на Красную площадь. И я предложил сделать такой проект «Красная площадь. Смотровая площадка». Значит, мы намерены в августе следующего года реализовать такой проект, когда перед каждым окошечком стоит небольшой компьютер, и вы выбираете, как бы, взгляд из на Красную площадь, начиная с 1156 года, вот когда была уже деревянная крепость, которую Юрий Долгорукий построил, и до наших дней. 20 лет назад, когда мы думали, что вот мы применим компьютер, и все сундуки из вооруженной палаты, которые никто никогда не видел, они теперь все вылезут наружу, и, наконец-то, мы увидим хотя бы через компьютер те сокровища, которые хранятся вообще в нашем государстве. Отчасти это все-таки происходит. Эти сундуки открываются. И некоторые моменты, о которых 20 лет назад некоторые люди говорили, это невозможно, то сейчас это как бы само собой. Ну, понятно, что надо регистрировать музейный примет, понятно, что его надо снимать цифровой камерой и так далее. Вроде бы к этому отношения нормальные. Поэтому, что я могу сказать, романтика, как была в 20 лет назад, так она осталась. И есть какие-то горизонты, к которым мы все время стремимся, а они все время отдаляются. И мы не удовлетворены результатами. С другой стороны, есть... В нашу жизнь пришли технологии, которые 20 лет назад никто не думал, что это может быть, а сейчас это является обыденностью. Очень скоро можно будет конструировать какие-то такие именно виртуальные музеи. И, ну, например, в музее Кремля мне была очень интересная идея, что вот всем известный арсенал, там, где кремлевские курсанты живут, это вообще-то Петр Первый строил здание с целью, что он там не только хранит боевое оружие, которое там защищает Кремль, а их хранит все те трофеи, которые привозили с войны или дарили разное оружие. То есть, на самом деле, это музей оружия такого, должен был быть интересно. И он не состоялся как музей оружия. А я вот теперь думаю, а что нам мешает это сделать в виртуальном виде? Мы же... Вот оно здание, его можно оцифровать, создать виртуальное путешествие по этому зданию. И виртуально отснять все предметы оружия и расставить их в этих залах. И, собственно говоря, путешествовать и смотреть. Наверное, больше, чем 99% человечества никогда вообще в Москве-то не будет. А через интернет они могли бы входить в такой музей. Причем у них даже иногда могло бы складываться впечатление, что оно есть на самом деле. Это очень хороший такой, на мой взгляд, виртуальный проект. Он образовательный, он исторический, он познавательный. И вот это компилирование вот этих предметов, связанных с историей, с культурой, можно будет теперь эти конструкторы создавать. И вот это очень интересная сфера. Продолжение следует...